Добрый вечер, это программа «Якутия в деталях», меня зовут Ирина Ефимова. Феномен якутского кино уже стал общепризнанным фактом, и если раньше о нем говорили только в контексте «снимают многое с минимальными бюджетами», то сейчас этот феномен – наглядный пример того, как в регионе развивается креативная экономика. Якутские фильмы становятся конкурентоспособными не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, то есть за пределами республики. О развитии индустрии сегодня и поговорим с гостями нашей студии в деталях. В конце сентября в Казахстане прошли дни якутского кино. Сахавод показал 10 якутских фильмов, если я не ошибаюсь. Кроме того, заключено соглашение между кинокомпанией «Казахфильм», нашим Министерством культуры и духовного развития и компанией «Сахафильм». Расскажите, пожалуйста, Алексей. Про Казахстан. Но в целом, да, мы провели, значит, дни якутского кино в Казахстане. Показывали 10 фильмов, это длилось примерно неделю. До этого приняли впервые в истории, наверное, в истории нашего кино и «Сахафильма», в том числе, естественно, приняли участие на евразийском кинорынке. И «Сахафильм» выступал там в качестве дистрибьютора. Вот, и показали 11 фильмов, которые должны выйти в этом году и в следующем году. Вот, на основании этого было много переговоров с местными дистрибьюторами Казахстана, да, потому что мы заинтересованы в этом рынке, да, в будущем прокатывать якутские фильмы на территории Казахстана. Да, да, подписали соглашение с крупной казахстанской киносетью, кинопарк. Это прокатная сеть? Это прокатная сеть, да. Ну, и суть этого соглашения состоится в том, что мы будем здесь, в республике, прокатывать... Казахские фильмы? Они, в свою очередь, наши фильмы будут прокатывать там. Вот, и уже с этого года и со следующего, да, мы уже планомерно должны приступить к прокату вот наших вот кинофильмов. Очень хотелось бы, что это было бы не разово, именно поэтому подписываться соглашение, да, то есть чтобы это как-то систематизировать. И вот это вот все как бы практиковалось не только один раз, а многоразово, да, чтобы это было. Помимо этого, естественно, с Казахфильмом, значит, соглашение было подписано еще в марте. Вообще, в целом, все это мероприятие, это основано на том, что глава нашего региона, Асин Сергеевич Николаев, еще в начале этого года подписали соглашение с Такаевым о том, что Казахстан, Якутия будут совместно работать, дружить, творить. Ага, и одним из направлений... И одним из направлений, естественно, да, является кино, не только прокат, но и создание новых фильмов, совместных каких-то будущих ко-продукций. Вот, и в марте уже Сардана Револевна, получается, подписывает соглашение о том, что Сахахфильм и Казахфильмом будут совместно работать, да, помогать друг другу. На основании этого соглашения мы провели круглый стол и подписали резолюцию о том, что мы уже с этого года начинаем разрабатывать, значит, общую концепцию, план, сценарий, да, будущего проекта. Для этого уже создаться рабочая группа, которая будет заниматься этим, да, и цели, естественно, понятны. Это должен быть основательное кино, достаточно крупное кино, которое будет прокатываться и в Казахстане, и у нас еще в России, да. Будут затрягивать какие-то, наверное, не наверное, а скорее всего, мы говорили около того, что будут затрягиваться темы исторические, да, то есть исторические наши корни, где мы с Казахстаном являемся как бы, где являемся, когда были еще одним большим народом, да, получается. Вот, исторические темы будут затрагиваться. Вот, если очень вкратце, так, наши, да, посетили же ведь, да, было, все прошло очень успешно. Были полные залы, да, мы показывали якутские фильмы. Посетило около двух с чем-то тысяч человек, и очень радует то, что половина из них, получается, были местные казахи, да. То есть не только наши земляки, которые там, да. Да, не только наши земляки, которые там, хотя мы на них тоже, естественно, рассчитывали, да, а оказалось то, что очень много казахов посетило, посетили историки, посетили критики, посетили кино, те товарищи, которые работают в сфере кино, да, и это было очень приятно. Все прошло настолько успешно, то, что было очень удивительно приятно, то, что вот отзываются, как они отзываются о наших фильмах, да, было очень много в наш адрес в адрес якутского кино похвалы и очень надеемся что да и дальше все наши будущие планы совместные реализуются в жизни Алексей, у вас есть что добавить? круглый стол прошел у нас с участием ученых, этнологов со стороны Казахстана и Якутии потому что мы будем думать насчет замысла поскольку это возможно исторически возможно это какая-то притча, но какой-то жанр мы должны потом вместе прийти к какому-то консенсусу и вот участие ученых в том, что мы должны найти какие-то свои исторические традиционные корни с казахами как тюркский мир и сделать какой-то такой фильм, который объединяет не только наши народы и вообще весь, наверное такой тюркский мир да, 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 чтобы там тоже могли смотреть это с большим интересом вот поэтому вот в декабре к нам приедет главный редактор казах фильма он будет участвовать в фестивале республика кино и там мы будем как раз конкретно обсуждать какие-то возможности о чем будет этот фильм а кто фильмы для показа отбирал вот эти 10 фильмов как они были выбрали 10 фильмов, да, отбирали мы отбирала комиссия Саха-фильма какие фильмы будут там показываться да, там фильмы не только Саха-фильмовские да, а и всей нашей киноиндустрии вот, естественно отбирались по принципу самых успешных проектов которые имеют и фестивальную историю и которые имели получается успех именно коммерческий в плане проката но это фильмы за последние годы сняты или это такая ретроспектива немножко? о, там ретроспектива, да мы показывали даже самый первый фильм Алексея Чеменовича Ортудойду это фильм, который был снят еще в 90-х и у нас там произошло очень чудесное событие когда фильм закончился там в фильме в начале есть рождение ребенка, обряд, да вдруг сойдет один парень молодой и говорит, это я снялся то есть через 30 лет он оказался в Казахстане и увидел себя, рождающегося в новом мире это было символично да, это было очень здорово а интересно, вот, Петр, вы как считаете якутскому зрителю будет интересно казахское кино? ну вот как прокатчик? ну, я думаю, да, конечно сейчас действительно в такой период, когда у нас дефицит фильмов нужно воспитывать зрителя сейчас немножко заново, да и показывать такие фильмы тем более, если это будет коопродукцией то я думаю, успех будет определен смотри, и потом мы там, когда говорили с казахами да, ну, с прокатчиками именно вот, с киносетью мы придумали одну штуку хотим попробовать да, то есть делать следующим путем казахские фильмы мы здесь на базе саха фильма будем дублировать на якутский язык а якутские фильмы будем дублировать на казахский язык, да и поэтому этот эффект ну, я не знаю сработает он или нет но мне кажется что фильм будет восприниматься совершенно по-другому как свой как свой здесь как свой и наш фильм там тоже как их свой, да то есть, поэтому возможно, этот прием мы, естественно, попробуем его попробуем его обкатать и уже по результатам будем оценивать, думать стоит ли это продолжать делать дальше или это будет работать только в некоторых проектах там каких-нибудь, да вот, поэтому это такая интересная штука а сериалы они снимают? может быть, мы наши сериалы им озвучим? которые НВК делают намного снимать сериалы сериалы, кстати, они снимают много помимо этого мы еще ведем переговоры для того, чтобы наши фильмы да, показывали в их телевидении то есть по телевидению вообще, на самом деле тема продвижения якутских фильмов это вообще отдельная большая тема на которой мы сейчас вот, на данном этапе да, по нашему мнению мы должны уделять огромное внимание потому что то есть снимать мы научились? снимать мы научились теперь мы должны научиться продвигать фильмы это основной ключ и и не только вот на территории России, да а вот именно касающиеся вот страны СНГ почему нет, да и, например в западном же кино если на производство выделяется там 200 миллионов то на продвижение также выделяется 200 миллионов для того, чтобы продвигать этот продукт реклама это двигатель да вот и поэтому вот сейчас мы должны как бы над этим задуматься больше работать именно в плане ну не больше а иметь ввиду также работать по производству и также усердно работать по продвижению ну вот по продвижению должны работать какие-то отдельные все-таки люди или сами ну вот Дим, вы продвижением своего первого проекта сами занимались я понимаю ну не столько сами по Якутии по прокату в Якутии мы занимались сами а потом когда мы продали права дистрибьютору дистрибьютор делал какие-то действия свои по продвижению на площадках на кинопоиске и так далее и так далее но я хочу сказать что для того чтобы наши фильмы были пользовались большей популярностью просто я как человек который сейчас занимаюсь кроме кроме того что пишем сценарии снимаем кино еще подготовкой некоторых кадров на базе квартала труда и мы сейчас запускаем проект такого инкубатора инкубатора VFX специалистов потому что я убежден чтобы наши фильмы получили большую популярность и больше интерес как за рубежом так и в России наши истории должны быть более насыщены чтобы наши сценаристы эти истории писали более интересными у них должны быть возможности возможности как и в графике так и во всяких эффектах поэтому это тоже очень важный шаг мы должны воспитывать наших специалистов привлекать их к максимальному количеству проектов чтобы наши фильмы получили дополнительные инструменты у нас уже есть достаточно инструментов я опять же повторюсь на базе квартала труда это студия XR которая позволяет делать съемки летние съемки делать зимой студия цветокоррекции студия звукозаписи но мы должны двигаться дальше мы должны наполнять нашу индустрию нашу кукутскую индустрию киноиндустрию квалифицированными талантливыми кадрами они у нас есть у нас есть большое количество талантливых ребят как я говорю у нас огромное количество творческих алмазов нам нужно их огранить бриллиант и тогда и тогда продвижение продвижением фильмов уже будут заниматься дистрибьюторы которые будут проявлять прямой интерес к нашему к нашим фильмам коммерческий интерес действительно это важный момент потому что у нас сценариста в принципе нет режиссеры сами пишут но при этом мы исходим от реального возможности если техническая возможность будет у нас фантазия будет больше то есть мы можем больше жанра поснимать фантазмагории там еще что-то вот поэтому Дима прав фэнтези когда-нибудь да мы же сейчас идем по направлению формирования индустрии большой индустрии нашей на базе нашего кинопроизводства и сейчас следующий шаг мы должны стать коммерчески успешными мы должны зарабатывать мы должны зарабатывать деньги на нашем кино абсолютно верно превращать в креативную экономику и вот как раз таки строительство будущего павильона о котором не раз говорил и наш глава республики и вообще все киношники мы это ждем с нетерпением потому что это будет следующий шаг об этом мы обязательно поговорим после небольшого взрыва оставайтесь с нами не переключайтесь это программа якутия в деталях мы продолжаем обсуждать развитие киноиндустрии в нашей республике и перед тем как уйти на перерыв мы заговорили о том что в якутии по поручению президента нашей страны в рамках мастер-плана города Якутска появится новый большой современный кинопавильон полного цикла Юркен начал говорить про павильон ну это на самом деле Алексей Семенович не даст соврать вообще кинопавильон для нашей республики для кино для развития его это мечта которая витает в воздухе очень давно да потому что есть определенные моменты то есть если вот у нас лето очень короткое да то есть если мы снимаем летом кино то есть получается у нас только вот 4-5 месяцев да максимум где солнечный где мы можем обыграть лето да вот а все остальное время мы же переходим на интерьер да и очень было бы здорово да вот именно возможности именно работать в таком павильоне именно полного цикла где можно развернуться вообще если так выразиться не по-детски да как говорил Алексей Семенович как говорил Дима то есть не зависеть от того не зависеть от возможностей да то есть а позволить себе сделать что-то за грани или просто своей фантазии там и так далее поэтому помимо всего этого появление такого павильона реально задаст тот темп который нужен именно киноиндустрии индустрии это же так и приводится это это производство да получается фабрика но Голливуд не случайно называют фабрикой звезд потому что первое слово ключевое это фабрика да и появление этого павильона естественно это скажется еще не только для развития нашего кино а вообще для развития кино в целом Дальнем Востоке да у нас появилась кинокомиссия Дальнего Востока где Сахафильм принимает активное участие председателем является Алексей Сюныч Романов а где-то еще на Дальнем Востоке снимают кино по-моему нет Бурятия снимают и Приморье Хабаровске более-менее хорошо развита анимация остальных регионов почти по нуля можно сказать но вот за 30 лет развития и становления Сахафильма у нас в самом деле такой большой модернизации не было поэтому вот в 19-м году когда глава провел совещание с кематографистом я первый раз озвучил это предложение о строительстве новоустанального кинопавильона и глава поддержал и тогда отписал поручение вот мы все эти 4 года ждали и вот действительно сам Путин наш президент страны поддержал эту идею и мы очень рады и очень надеемся что это действительно будет реализовано вот например у меня как у режиссера есть давняя мечта снять например Великий Куданца да это вот там нужны такие технологии чтобы действительно это показать во всем широте зрелищности фантасмагории это было бы здорово Дима вот у нас там такие технологии да там будет огромное количество новых технологий дело в том что когда меня позвали в рабочую группу по формированию концепции павильона мы изучили опыт московских больших студий мы были на Мосфильме в студии Мини Горького в новой студии технологии XR в двух студиях московских и самый главный вопрос который мы задавали мы изучали то как они работают изучали их опыт самое главное я спрашивал что вы хотите что бы вы хотели еще мы приходим с фильмом и говорим у вас все понятно все очень правильно хорошо и впечатляюще но что бы вы хотели и они вот что-то нам озвучивали и мы эту информацию собирали для того чтобы мы хотим сделать павильон не копией каких-то павильонов уже существующих мы должны его сделать подключив наши креативные какие-то новые идеи и он должен быть максимально современным я думаю даже должен идти на шаг впереди других компаний и вот с Петром мы тоже этот момент обсуждали что очень важно изучить опыт китайских кинопроизводителей потому что Китай тоже он идет по своему пути и в творческом плане и в плане кинопроизводства и очень важно сейчас настроить этот контакт с китайскими коллегами и какой-то опыт перенять в них чтобы этот опыт был доступен ага что за китайский путь Петр да мы вышли уже на контакт с китайскими кинематографистами начали общение и думаю что в ближайшее время как только у нас там все наладится мы соберем группу направим на изучение их технологий да дело в том что действительно у них абсолютно своя история развития кинематографа киноиндустрии да которую нам нужно действительно перенять мы не должны учиться наверное каким-то европейским технологиям как Айсен Сергеевич говорит нам нужно строить мостик между азиатским рынком да и нам нужно действительно смотреть в ту сторону нежели азиатским рынком наш наша культурная среда наша креативность направленная в азиатское направление я думаю поможет практически выстроить вот этот мостик между Россией и Китаем и другими азиатскими странами ну кстати я вот когда в Москве с кинематографистами знакомыми обсуждала феномен якутского кино многих была такая мысль звучала о том что то что происходит в Якутии то что происходило в Гонконге да совершенно верно мы чем вообще отличается якутское кино от российского кино да в целом дело в том что у нас абсолютно живая экономика мы производим кино вот ребята когда снимают кино они строят свой бюджет на основе показателей проката то есть увидели что фильм может собрать 26 миллионов и сейчас уже ребята готовы вложить 13 миллионов для того чтобы окупить этот фильм то есть мы не снимаем кино за 100 за 200 миллионов не стараемся этого делать зная что мы не сможем этот фильм окупить в покате внутри республики никогда мы его не сможем окупить нам нужно постоянно снимать кино у нас внутри региона некоторые проекты будут выстреливать туда и там будут уже зарабатывать довольно крупные суммы вот примерно такая экономика если посмотреть целом российское кино которое в основном основывается на том чтобы заработать продюсеры зарабатывают на производстве контента они не стараются вообще даже в прокат выходить это произошло из-за того что вот эта технология проката она вся основана на голливудском прокате то есть все кинотеатры существующие в целом в России там порядка 2000 кинотеатров они в первую очередь заточены под показ голливудских фильмов по-другому она эта система практически не работает и чтобы российскому контенту туда попасть либо нужно очень много заплатить либо нужно сделать такой шедевр который может конкурировать с голливудским кино ну а то что вот сейчас поуходили все голливудские фильмы ну как поуходили ну они условно ушли нет но тем не менее я думаю что Чебурашкова не собрал столько в прокате денег российском если бы в это же время вышел какой-нибудь но Чебурашка это уникальный фильм просто-напросто он задел просто очень большой слой населения а это наше поколение во-первых дети бы не пошли туда если бы мы их туда не потащили они не знают кто такой Чебурашка как раз таки вот это семейное кино посмотрите историю Лаукут Нюргун тоже отличный фильм получился с хорошим кассовым успехом который прокатывался на территории нашей республики в 50 наших кинотеатрах и конкурировал две недели со всей России это о чем говорит это говорит о том что не то что у нас такой огромный успех а это говорит о том что остальные 5000 залов которые существуют на территории России либо не отправляют данные в ЕАИС либо они просто не работают чем занимаются 5 тревизалов если якутский только якутский фильм находится постоянно в десятке лучших картин по сборам но и говорят же что невозможен был бы вот этот успех якутского кино вот этот феномен если бы у нас не было если бы у нас были только тут большие кинотеатры сетевые да совершенно верно у нас экономика живая получилась благодаря тому что у нас есть хорошая договоренность с нашим производителем мы умеем договариваться буквально на днях мне Костя Тимофеев пишет спасибо за поддержку что наш фильм поставили так широко если бы мы хотели заработать денег как какие-то прокатчики мы наверное крутили бы Барби скорее всего мы там заработали бы больше но при этом Костя бы не заработал своих не купил бы свое кино а мы стараемся благотворительностью что ли занимаетесь мы стараемся просто-напросто дать заработать своим дать заработать своим это называется поддержка нашего кино и вот сейчас с Сахафильмом мы заключили соглашение о том что совместно будем этим заниматься то есть Сахафильм будет еще и заниматься сейчас к прокатам внутри республиканским а какие-то преференции получает прокатчик от того что он ставит республиканское кино будем надеяться почему преференции на самом деле наши фильмы очень хорошо зарабатывают и за счет якутских фильмов вообще сейчас выживают кинотеатры ну это положи руку на сердце да потому что плюс феномен это не из-за только того что как-то так получается да это феномен это произошел из-за зрителя которому очень понравилось якутское кино который готов платить за него деньги но тем не менее заметьте не все якутские фильмы зарабатывают то есть народ все-таки имеет какое свойство выбирать да то есть он идет именно на тот фильм который ему нравится и поэтому в любом случае вся эта конкуренция весь этот рынок вот как сказал Петр он у нас есть да то есть как раз таки наши продюсеры рассчитывают примерно на определенную сумму да снимая определенный фильм вот и поэтому уже тут подход к этому делу другой если мы раньше баловались возможно попали на вкус зрителя случайно да это был 2006 год вот правильно говорят то что если бы у нас были крупные киносети то вряд ли бы тогда вот на своем опыте да наш кастик взяли бы в прокат вот вряд ли здесь получился очень интересный феномен когда в свое время кинотеатры были открыты для наших авторов и разрешили показывать свое кино в своих залах это же была такая поддержка наших авторов со стороны кинотеатров а сейчас когда после вот этой пандемии когда появились проблемы у всех российских кинотеатров получилось наоборот получилось наоборот наши наши кинофильмы практически спасали наши кинотеатры это очень очень такой важный момент который мы должны тоже понимать это так и есть и благодаря кинотеатрам нашим муниципальным частным всем получается и зрителям которым так понравилось все это а зрители же тоже некоторые ходят из-за поддержки да они говорят вот когда выбирают например я пойду лучше вот на свое родное кино ребятам там посмотрю отдохну чем куда-нибудь еще поэтому менталитет весь этот подход народный такой дружный подход к развитию нашего кино все это поспособствовало тому что мы имеем сейчас да а сейчас это уже выходит и должно выйти на определенный другой уровень да то есть я считаю что что и все со мной согласны думаю то что якутское кино сейчас доросло оно оно же спелое да и мы абсолютно с уверенностью можем говорить то что мы можем выходить за пределы и об этом говорят говорим не только мы там говорят критики фестивали победы там и так далее так далее поэтому об этом мы поговорим после небольшого перерыва оставайтесь с нами не переключайтесь вы смотрите программу якутия в деталях и мы продолжаем обсуждать развитие якутской киноиндустрии про прокат да про успешность в прокате не могу просто не спросить про самый успешный в последнее время в якутском прокате фильм Айта который также вывозили в Казахстан и я так понимаю там тоже тепло восприняли как и все остальные фильмы но вот скандал с отзывом прокатного удостоверения прям прокатился по всей России и ну может быть нет худа без добра потому что самым популярным стало запросом на кинопоиске на какой-то момент вообще этот фильм вот ну и фильм кандидат тоже тоже прокатное удостоверение отозвали вот как-то вот прокомментируете есть у вас мнение свое по этому поводу ну смотрите на самом деле каждый конечно же может трактовать как он это все видит да и уместно было бы сейчас наверное у Димы спросить почувствовал ли он посмотрев фильм Айта какую-то дискриминацию в отношении к себе давайте спросим у русского ну когда я услышал эту новость у меня было первое ощущение что ощущение что фильм не досмотрели до конца но мы должны все понимать что мы сейчас живем не в самое простое время где если даже зритель будет правильно трактовать есть ну скажем так какие-то силы которые могут это перетрактовать для для кого-то не не в сторону государственных интересов скажем так поэтому мне мне очень понравился фильм когда я посмотрела Степану говорю большое спасибо потому что фильм мне правда очень зашел дело в том что это это кино для понимающего и умного зрителя как мне показалось ну мы же все прекрасно понимаем что зритель бывает разный и зритель который если зритель захочет найти что-то такое что его оскорбляет он попытается это найти да ведь на самом деле фильм то наоборот да про то что нельзя делать поспешных выводов мысль о том что скорее всего не досмотрели до конца вот она мне кажется очень правдоподобной потому что все же открывается в финале на самом деле режиссер хотел показать что в некоторых случаях социальные сети могут принести паузу не в том понимании вот что наоборот он хотел что это может привести к каким-то вот трагедиям драмам и так далее это фильм предупреждений мне кажется на мой взгляд и поэтому тут две стороны то есть первое это значит те люди которые сами не посмотрели это кино от начала до конца а слушали значит чьи-то мысли по поводу этого фильма да у них складывается впечатление да то что возможно там что-то есть там и прямо там какая-то все это идет но не читал но осуждают не читал да вот не смотрел но осуждают и поэтому вот это вот мнение этих людей а иногда бывает они потом дальше пишут это превращается в этот сломанный телефон и поэтому настоятельно рекомендую посмотреть этот фильм на самом деле до конца и понять вообще о чем этот фильм а с другой стороны с другой стороны вторая сторона медали да о якутском кино заговорили на таком уровне да но по крайней мере во все федеральные выпуски новостей точно мы попали с этой новостью а с кандидатом в чем там с кандидатом ну вы знаете на самом деле я детальные подробности не вдавался но говорили то что как раз таки там этот фильм или отозвали прокатку или это из-за того что там ну мужчина переодевается в женское платье но это же обычный такой в общем гэг известный то есть джентльменной удачи давайте с прокат ну в самом деле требование со стороны Минкурта было что убрать некоторые кадры и Дмитрий Шадрон все это убрал и подал заново вот мы от союза комментариев написали письмо поддержку с просьбой разрешить этот вопрос а то есть вы отреагировали официально а какие кадры вот именно с переодеванием женское платье эпизода нужно было убрать ну точно я не знаю какие именно кадры попросили убрать но сам режиссер сказал что все требования он исполнил и теперь он ждет чтобы прокатку ему получается восстановили там еще второй же этот аспект есть то что попросили два проката удостоверения потому что два фильма практически фактически сделаны то есть двумя разными концовками а такой практики практически в России не было и поэтому они немножко в ступор зашли и сейчас вот думаю это возможно и фильм получит прокатное удостоверение наши зрители очень ждут этот фильм а там две разные концовки я про эту историю вообще не слышала про креатив Дмитрия Васильевича Шадрина наверное чтобы все сходили два раза сделать две концовки да это был такой опыт который раньше кстати никто не использовал они сделали никогда в России такого не делали немножко в какой-то ступор две разные концовки на один и тот же фильм нужно сходить дважды чтобы посмотреть две разные концовки темы интересные то и кинотеатры в два раза больше заработали естественно производители в два раза больше заработают да и еще вот такой вопрос у меня возник в ходе обсуждения у нас сейчас ну вот киноиндустрия такое тут тесное сообщество где все друг друга знают вот все друг другу как-то помогают выручают и так далее а вот когда начнется прям рынок уже конкуренция вот как вы думаете вот этот вот да не появится ли такое что мы теперь другу мне кажется что когда у нас появится рынок с выходом на внешние рынки то есть у нас станет больше фильмов когда мы будем больше зарабатывать а внешние рынки они безграничны я думаю ближайшие лет 20-30 делить нам там нам надо нам надо как максимально создавать больше и качественнее конкурировать с другими регионами а мы как раз мне кажется сила нашего кино в том что мы как раз все друг друга поддерживаем все постоянно общаемся делимся опытом вот буквально вчера в квартале труда Петр Хики ко мне зашел пообщаться Сашу Красновского встретили выходим на улицу и Костя выходит и он вы что-то придумали какой-то проект да нет мы просто встретились мы просто общаемся просто и вот это вот постоянно разные студии разные представители разных кино сообществ но мы постоянно на связи все друг другу помогают кто-то как лучше сделать графику где найти лучшего художника и так далее и так далее я думаю в ближайшее время нам не грозит прям какого-то каких-то баталий конкурентов и на самом деле все это происходит именно так потому что все деятели кино нашей республики они заражены одной идеей и наша вся общая цель она едина мы все очень хотим чтобы якутское кино развивалось и выходило на следующий на новый уровень и поэтому если мы все заражены одной идеей естественно мы работаем все вместе да а вот это вот конечно конкуренция в плане того чтобы снять бы еще лучше слушайте это здоровая конкуренция это даже не конкуренция а это знаете мотивация мотивация значит кто-то снял так слушайте а я хочу знаете еще вот так вот и поэтому это вот здоровая мотивация да она у нас есть а по поводу конкуренции возможно там где-то что-то но имея одну общую цель да ее просто не может быть вот мы уже проводили дни кино в Татарстане в Казахстане да и там клинтографисту удивляется насколько якутское киносообщество очень дружное да она как монолит у нас даже вот одна группа творческая переходит закончил съемку с проекта на проект да например вот Диме Хольцову да потом дальше кому-то вот таким образом мы все друг друга поддерживаем и аппаратура и кадрами и так далее и в этом плане вот Сахафильм мы являемся как бы локомотивом помогаем и услуг а этот павильон он будет Сахафильму принадлежать или там пока нет еще решения слушайте нет определенного решения в этом направлении еще нет но суть даже не в этом суть именно в том что дай бог он будет в любом случае этот павильон будет работать во благо развития кино но во всяком случае вот недавно конференции киментографистов киментографисты выступили чтобы она перешла в оперативное управление кинокомпании Сахафильм поэтому надеюсь глава прислушается ну как-то должны все равно иметь возможность все им пользоваться естественно да так и будет самое главное чтобы те возможности павильона были на равном удалении от каждого кинопроизводителя будь это маленькая студия будь это только начинающий продюсер или кто-то именитый чтобы возможность входа в кинопавильон была у всех абсолютно одинакова чтобы не было каких-то ну как бывает у кого-то больший вес у кого-то меньше и те объемы которые сейчас предлагаются кинопавильоне они как раз предусмотрены на то чтобы закрывать все потребности наших производителей будущие потребности у нас пока буквально минута остается до конца выпуска хотелось бы немножко поговорить о перспективах якутской анимации буквально пару слов у Алексея хотелось спросить прежде всего у нас в эту субботу будет фестиваль но перспективы якутской анимации очень большие потому что во-первых мы имеем очень большой богатый фольклор легенды эпос и так далее то есть очень много материала которые можно использовать в анимации во-вторых якуты чем различаются тем что они у них изобразительное искусство очень хороший талант что ли именно в генах наших сидит именно визуальное и пространство мышления поэтому вот эти визуальные искусства у нас развиваются хорошо в том числе кино изобразительное искусство и сейчас уже черед анимации а вот эти вот XR студии можно там для анимации использовать это больше для других целей XR студия она создана для того чтобы создавать как раз фотореалистичные пространства которые мы не можем позволить зимой летом зиму Марс или еще что-то анимация это немножко другая специфика но есть проблемы с анимацией в том что ее сейчас нашим производителям очень сложно монетизировать потому что затраты на ее производство гораздо больше чем кино это наверное следующий шаг тема для отдельного выпуска это была программа Якутия в деталях меня зовут Ирина Ефимова смотрите нас по будням в 19.15 расскажем чем живет Якутия во всех деталях Ирина Ефимова